Пятница, 3 сентября. Почему бы не начать сегодняшний день с хороших новостей? Вы не поверите, но Украина еще не вступила в НАТО, не получила план действия по членству в НАТО. Только одни разговоры, а Россия уже этого боится. В прямом смысле об этом заявляет главный голос Кремля Дмитрий Сергеевич Песков. Говорит, что Зеленский хочет в НАТО, в Вашингтоне ему не возражают. Говорит, что украинцы против, как минимум половина, хоть он просто не смотрел последние опросы. Но тем не менее, инфраструктура злобного альянса приближается к Российской Федерации. И это опасно, и они боятся, им нужно будет принять военные решения. Насчет украинцев. Во-первых, у нас за 60% за вступление в альянс. Но с такими пропагандистами вступление Украины в НАТО, в Российской Федерации, таких скоро станет значительно больше. Да, может быть там опозажение немножечко будет, как всегда, давать заднюю. Но факт остается фактом. Короче, визит Зеленского и украинской делегации в США не дает покоя российским товарищам. Пропагандисты беснуются, я делал об этом видео. Да, они даже выглядят смешными. Но вот заявления официальных властей, они интересны. И дело не только в Пескове, который говорит о том, что НАТО идет, солдаты НАТО. Да, обычно на таких моментах вы говорите или пишите в комментариях, отдам свой огород под базу НАТО, под Харьковом. Нет, я думаю, что лучшее место базирования – это Севастополь, Симферополь, Донецк и Луганск. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Здравствуйте. Ну, давайте я скажу попроще. Вот, знаете, ничего плохого нет в том, чтобы, наверное, предлагать вашим друзьям, гостям добавить в чай сахар. И если вы ставите перед ними целую сахарницу, наверное, это говорит о вашей щедрости, о том, что вы заботитесь о них, что вам не жалко ничего для них, что самое лучшее вы им готовы отдать. В данном случае речь идет не о рязанском сахаре и не о аргентинской муке, как многие подумали. В данном случае Мария Захарова, спикер МИД Российской Федерации, размышляет о вреде поставок оружия в Украину. И это интересно, потому что здесь группа товарищей почему-то подумали-подумали и решили, что нужно Украине объявить эмбарго оружейное. Есть только один момент. Если только тот человек, которому вы это предлагаете, не болен с сахарным диабетом, а вы ему предлагаете сахара все больше и больше, и убеждаете его в том, что добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно. Честно говоря, у меня самого закрались сомнения, что может все-таки речь идет об аргентинской муке, хотя на самом-то деле Захарова подводит итоги визита Зеленского в США. И на брифинге у нее почему-то спросили ее миньоны о том, а не объявить ли Украине вот это оружейное эмбарго. Относительно военной помощи США Украине. После заявления об отказе силового переостройства мира США вновь направляют очередные 60 миллионов долларов как военную помощь Украине. Учитывая непрекращающееся нарушение минских соглашений со стороны киевского режима и обстрел по мирному населению Донбасса, является ли данная помощь поводом для поднятия вопроса введения военного эмбарго для Украины? Есть два закона. Первое. Российские СМИ всегда врут, но и кажется, этот закон распространяется и на МИД Российской Федерации. Потому что иногда спрашивают, что плохого, если оказывается помощь, тем более в размере крупной суммы, военные нужды, поставки соответствующие, осуществлять смысл, и мы говорим о том, что страна находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта. Я имею в виду Украину. Бип, вранье. Какого конфликта внутреннего? Вы знаете, какая интересная штука происходит. Дело в том, что вот сейчас россияне отказались даже от миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска. В 2014 году они таким образом решили проявить добрый жест и разместили мониторов ОБСЕ в пункте пропуска Гукова и пункте пропуска Донецк. И задача была проста, чтобы всячески подчеркивать, что через эти пункты пропуска Россия не поставляет оружие и боеприпасы, и ГСМ, и все, что нужно для войны на оккупированный Донбасс. И это интересно было, потому что у этих мониторов полномочия были только там, где они находятся. Вот есть будка, за эту будку они заходить уже не могли. То есть, если Россия в 500 метрах от пункта пропуска будет передислоцировать на Донбасс танки, то это уже не в их компетенции. И вот они от этого решили отказаться. То есть, абсолютно демонстративно всем показывают, что Донбасс никто отдавать, уходить оттуда, деоккупировать не собирается. Конечно, Мария Владимировна будет нам много рассказывать о внутреннем конфликте, ну то есть врать. Один вопрос, если у нас внутренний конфликт, а Россия, как говорит Захарова, Путин и другие товарищи, является стороной, посредником, гарантом, почему в Донецке, в украинском оккупированном городе на линейках включают российский гимн? Вы не знаете? Я знаю, Россия страна-оккупант. Потому что, если бы было бы по-другому, стороной она считалась бы гарантом, то, наверное, должна быть какая-то ротация гимнов. И вот 2-го числа мы должны были бы услышать гимн Германии в донецких школах, но его нет. А 3-го должен быть гимн Франции, и его тоже нет. Что это непреодолимая проблема, и уже не для первого президента. Этот спич о военном эмбарго для Украины длился 15 минут. И вот здесь, да, 7 секунд правды. Это непреодолимая проблема для украинских президентов. В данном случае имеется в виду Порошенко, сейчас Зеленский. Почему? Потому что в Донецке оккупанты включают российский гимн. Ну и между этим ходят, конечно, в российской военной форме с российским оружием. Мы обеспокоены действиями Соединенных Штатов Америки и других стран-членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве. Это непосредственно, и, кстати говоря, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта, ведет к эскалации боевых действий. А знаете, почему они так ерзают все? И вот Ася из болгарской редакции агентства Ньюсфронт. Знаете почему? Потому что речь идет об американских дживелинах. И, казалось бы, если россиян на Донбассе нет, что ж вы так нервничаете? Или на ростовские танкисты строят крыши над своими танками? Потому что дживелин он летит, летит, а потом бьет бомбс в башню. И башни нет. Не только у танка, но и у экипажа тоже. Мы уже говорили на этом брифинге, подробно эту ситуацию разбирали, когда на Украине уже прошло шесть совместных учений только в текущем году со сторонами Альянса. При этом маневры Defender Europe 21 были крупнейшими за последнюю четверть века. Как вы понимаете, никаких вопросов они не решают. В общем, тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их, так сказать, навыки наблюдали сейчас в Афганистане. Потоптаться на афганской теме – это любимое дело на российских представителей и официальных лиц и пропаганды. Однако, если говорить серьезно, то вообще-то США и союзники, в том числе Украина, провели просто не имеющую аналогов в мире операцию. Потому что такой эвакуации в таком количестве, с использованием такого количества бортов в истории человечества еще не проводилось. Я понимаю, что некоторые товарищи запомнят исключительно выпадающих с самолетов людей. Но если мы возьмем в комплексе эту историю, вывести за такой короткий промежуток времени больше 115 тысяч человек – это очень-очень круто. С тем, что они там устроили, стыдно вообще кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении. Стыдно просто. Стыдно должно быть тем, кто врет. Правильно, Мария Владимировна? Западные инструкторы, которые присутствуют в Украине, только расширяются, активно обучают украинских военнослужащих ведению боевых действий, в том числе в городских условиях. Но это то, что нужно сейчас, безусловно, украинскому народу. Вот без этого навыка никуда. Украинскому народу нужна армия, способная нас защитить от российских орков. И кроме этого, сейчас стоит вопрос о том, что рано или поздно придет момент, когда оккупированные Россией территории придется освобождать. И боевые действия, если они будут, понятно, они будут вестись в городской местности, то есть в городской застройке. Тут все логично. А вот эти вот стоны на тему, что таким образом не решишь внутри украинские проблемы. Ну, во-первых, чья корова мычала, а чья молчала. Тут Мария Владимировна нам рассказывает на тему, что так не побороть ковид. Армия у нас не с ковидом борется, а с агрессором, то есть с вами. Существляя поставки на Украину вооружений, боевой техники, в том числе это в ту же самую копилку, все это прямо противоречит предусмотренному комплексному мер обязательству Киева по выводу иностранных формирований и военной техники с территории Украины. Напомню, это пункт 10. Какая интересная интерпретация минских соглашений. Не считают, что мы не имеем права после их подписания проводить учения с иностранными партнерами на своей территории. Но на самом-то деле, Мария Владимировна, вы все прекрасно знаете, и мы знаем, и ваш президент знает. И ставя вопрос таким образом, вы, наверное, хотите немножечко булочку-то покрошить на Владимира Владимировича. Касается вывода иностранных войск. Ну там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Значит, мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия. Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Путин фактически прямо говорит о поставках оружия и боеприпасов на оккупированную часть Донбасса. А Мария Владимировна говорит нам о том, что это сугубо внутренний конфликт. Ой, смотрите, у кого-то уши покраснели. И это не я. Это не я. Посмотрите. А, у Марии Владимировны прическа специально такая, чтобы этого было не видно. Навязываемый украинской пропагандой тезис о якобы имеющем место конфликте между Украиной и Россией, нужен киевскому режиму, чтобы просто переложить на Москву решение своих собственных внутриполитических, экономических проблем и постоянно, так сказать, стоять с протянутой рукой перед западными покровительствами. Дай то то, дай то это. А по большому счету это в том числе является показателем использования Украины в качестве антироссийского фактора. Неплохо у оккупантов подгорело от украинских дживелинов. А все почему? Потому что российские танкисты нервничают. И орудия. Потому что для западных кураторов Киева, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, это повод вводить незаконные ограничительные меры, оказывать политическое давление, поддерживать контролируемую напряженность у границ нашей страны, пытаясь сдержать развитие России. Запуталась, Мария Владимировна. Нужно помогать. Смотрите, если таким образом сдерживается Россия, а вас на Донбассе нет, то здесь какое-то логическое противоречие. Да, мы выяснили, что в донецких школах включают российский гимн, и, наверное, это говорит о том, что кто-то опять врет. Но подождите, если вас там нету, то кто вас сдерживает? Развивайтесь, как хотите, но нет, они хотят развиваться вместе с краденным Донбассом. Брось чужое, будет тебе легче. Поэтому международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружения в страну. Опять МИД России путается в показаниях. Раньше нам говорили, что там теперь одни граждане России. И те, кто с оружием в руках, они действительно все граждане России. Мне кажется, это важный факт. Но, короче, если подвести итог, то только по этому пункту можно сказать, что визит украинской делегации в США прошел неплохо. А детально мы еще это все разберем завтра во время субботнего стрима. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Жду вас, дорогие, новые патроны на платформе Patreon. А действующим патронам большой респект и уважуха. Потому что с вами называть вещи своими именами значительно приятней. Чао.